МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения. Ваша информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Про портного, про пальто и еще про кое-что. Где взять кадры для легкой промышленности? Каждый раз с утра пораньше ешь банан и апельсин. Потребитель имеет право на здоровое питание. Нарисуй мне художник картину. В Чуваши отмечают 135 лет со дня рождения Алексея Кокеля. Вопросы повышения доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики обсудили на очередном заседании Межведомственной комиссии при главе Чувашии. Михаил Игнатьев в начале совещания сообщил о мерах, предпринятых для уменьшения бюджетной нагрузки. Приостановлено начало строительства некоторых объектов, разумеется, кроме детских образовательных учреждений. Это что касается сокращения расходов. Основное внимание сосредоточено на пополнении доходной части. Между тем, задолженность по НДФЛ на 1 марта составила 450 миллионов рублей. Из них долг по обанкротившимся налогоплательщикам – 246 миллионов. По состоянию на 1 марта 2015 года поступление налога на доходы физических лиц произведено в сумме практически 1,4 миллиарда рублей, или 92,2% к аналогичному периоду прошлого года. Темпы поступления НДФЛ ниже аналогичного периода прошлого года, отмеченные в администрации городов Чебоксара – это всего 88%, город Канаж – 84,5%, Шумерли – 99%, Алатарском районах – 82% и так далее. Как отметил глава республики, невозможно без конца оптимизировать расходы. Необходимо искать дополнительные источники пополнения доходной части бюджета. Основное внимание и поддержка предпринимателям, которые решатся открыть новое дело или расширить имеющееся производство, обеспечив тем самым новые рабочие места и налоговые отчисления. Пока же их количество сокращается по отчетам пенсионного фонда. Нам удалось сейчас завершить отчетную кампанию, проанализировать итоги 2014 года. По данным нам представили отчетность 24,8 тысяч платежчиков, из них с начислениями страховых взносов 70,2%. Остальные отчитались как неведущие финансо-хозяйственные деятельности. К сожалению, на 1,6% вот этот последний показатель увеличился. В этом году большое внимание будет уделяться поиску внутренних ресурсов и максимальному использованию потенциала муниципалитетов. Это касается и налоговых поступлений. Кстати, по отчетам самих муниципалитетов, выпадающих доходов не ожидается. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Рабочие профессии сейчас в почете. В опытных квалифицированных кадрах нуждаются крупные промышленные предприятия и малый бизнес. О том, где брать новую рабочую смену для легкой промышленности, говорили сегодня на круглом столе в Чебоксарском механико-технологическом техникуме. Здесь собрались представители учебных заведений, предприятий и органов государственной власти. Образ представителей рабочей специальности изменился. Никаких ассоциаций с заляпанными халатами и тяжелыми орудиями. Нуждаются в рабочих кадрах не только заводские конвейеры, но и высокотехнологичные производства. Почти 100% выпускников средних профессиональных образовательных учреждений находят работу по специальности. Проблем с трудоустройством не возникает. За последние три года возрастает доля выпускников девятого класса, которые выбирают свою будущую профессию через систему начального и среднепрофессионального образования. Если позапрошлым году на 47% было, в прошлом году уже мы перешагнули за 50%, 52%, и в этом году уже ставим задачу 55%. Для чего это делается? Это опять-таки во имя наших детей, во имя правильного выбора будущей профессии. И, конечно же, для того, чтобы обеспечить социально-экономическое развитие нашей республики, удовлетворить высококвальцовыми рабочими кадрами. Однако важно удовлетворить не только количественные потребности, но и качественные. У Екатерины Егоровой свой бизнес по пошиву одежды. И она считает, что воспитать конкурентоспособных специалистов можно через их участие в различных выставках и конкурсах. Я сама, еще будучи студенткой, очень много разъезжала и по России, участвуя в разных конкурсах, что дало мне большой опыт, конечно. И вы поймите, что мастер именно в индивидуальном пошиве, это человек должен быть золотыми руками. Очень квалифицированный. В 23-м училище такие специалисты есть, но хотелось бы еще и еще больше. Вот если человек, юный мастер, увидит на показе своими глазами волшебство, которое происходит, которое создается вручную, он поймет, насколько это замечательно иметь такую профессию. В Чувашии кадры для легкой промышленности готовят 6 профессиональных учреждений среднего образования и Чувашский государственный педагогический университет. Министр Владимир Иванов предложил вузу ввести ускоренную программу для тех, кто поступает к ним после окончания техникума или колледжа. Но будущих работодателей беспокоит повальное стремление студентов получить диплом о высшем образовании. Причем не важно, в каком именно. Все наши школы мерят успех свой по количеству поступивших в вузы. В школе практически не ведется разговор о том, что требуются работники среднего звена. То есть практически об этом, что не говорить, как бы мне ни говорили, все учителя настраивают на то, чтобы дети поступали в вузы. Причем не важно, никто не заботится, кем они будут после этого в вузы. Мы все хотим красиво одеваться, питаться качественно. Все ищут повара, допустим, в пунктах общепита, в ресторанах, где бы найти хорошего повара. Конечно, пока мы их не воспитаем или на это не будем внимательно смотреть, и качественных специалистов, конечно, не будем готовить, изменить в лучшую сторону это очень сложно. Судя по заработной плате отдельных специалистов, можно сказать, что простой рабочий получает больше, чем менеджер среднего звена. Внимание, которое сегодня уделяется рабочим профессиям, дает свои плоды. И с большой долей вероятности можно предположить, постепенно мода на высшее образование уйдет в прошлое, оставив место квалифицированному рабочему. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Итоги года и планы на будущее обсуждали накануне представители Общероссийского народного фронта. В Национальной библиотеке прошла ежегодная конференция регионального отделения. Война на этом фронте длится уже почти 4 года. От сражений никто не страдает, только выигрывает. Обратить внимание власти и постараться решить проблемы, которые больше всего волнуют жителей России. Для таких целей по инициативе Владимира Путина в мае 2011-го создали коалицию общественных организаций. Общероссийский народный фронт. Что касается содержания нашей деятельности, прежде всего, это общественный контроль за исполнением указов и поручений президента Российской Федерации Владимира Путина. Важно отметить, что речь идет о соблюдении не только буквы, но и духа указов и поручений. А то у нас бывает, что формально все указы выполнены, а на деле издевательства. 2014-й был непростым. В Республике Остро стояла проблема переселения из аварийного жилья, пребывали украинские беженцы. В 2015-м акцент планируется сделать на системе здравоохранения, которая, по мнению большинства россиян, далека от идеальной. Помимо планов на будущее, на конференции решили ряд рабочих вопросов. В составе регионального штаба появились новые доверенные лица Владимира Путина. Пополнился состав ревизионной комиссии. Очередь за Новочебоксарском. Накануне в городе «Спутники» подвели итоги социально-экономического развития. Чем отличился муниципалитет и каких оценок заслужили местные власти, узнавал Дмитрий Ковалев. В фойе администрации города первых лиц региона встречала одаренная молодежь. Эти юные музыканты – настоящие виртуозы. Ребята часто выезжают с концертами в другие города и занимают призовые места на фестивалях. Спасибо большое. А ученики этого кадетского класса уже начали готовить подарки ко Дню Победы. Сейчас ребята мастерят журавлей из бумаги, подделки, крепят на специальные стенды. Уже весной их планируют собрать на выставке. Эту выставку не случайно назвали «Город для жизни». Самый молодой муниципалитет республики развивается успешно, отметил глава региона Михаил Игнатьев, открывая заседание. «Буквально последние шесть месяцев, начиная с октября, столько здесь гостей побывало. Достойно вы их встретили. Они по сей день выражают слова благодарности. Я хочу выразить на таком активе вам слова благодарности за ваш ответственный труд на благо горожан». В Новочебоксарске активно ремонтируют дороги и дворы, хотя раньше это была самая больная тема муниципалитета. Уже завершены работы по 40 адресам, но программу будут реализовывать и дальше. Необходимо задуматься и о замене остановочных павильонов. Здесь на помощь уже готовы прийти инвесторы. «Своими финансами, наверное, мы не вытянем, но, наверное, благодаря вот таким предложениям, которые вы вносите с точки зрения, например, установить за ваш счет остановку на дороге, я думаю, что мы воспользуемся этими предложениями. И еще часть там, где возможно с коммуникацией установить нестационарные торговые точки вместе с павильонами, наверное, мы пойдем по этому пути. Думаю, что в ближайшее время программа будет разработана». Сейчас Новочебоксарск активно вкладывает инвестиции. В основной капитал заводы увеличивают в разы объемы отгруженной продукции. По этим показателям город даже занимает второе место среди других муниципалитетов. «Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по обрабатывающим предприятиям за 2014 год составило 18 миллиардов рублей. Рост по сравнению с 2013 годом – 101%. В городе сейчас зафиксированы самый низкий уровень безработицы. Такой результат вполне ожидаем. За последние годы в Новочебоксарске было открыто три новых завода. Эту стабильность необходимо сохранить, подытожил глава региона. По традиции, на подобных встречах с активом города чествуют и его жителей. Героями этого дня вновь стали ветераны. Михаил Игнатьев вручил им юбилейные медали. Медриковалев, Алена Алтухова и Расиль Мухаммедов. Республика. Права потребителей в России защищают, конечно, круглый год. Однако 15 марта особенно. В этот день отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Каждый год определяется тематика этого дня. Подробнее Ольга Пыручкина. Возлюби салат и обезжиренный творог, как самого себя. Да возрадуйся сырой моркови во имя огурцов, капусты и святой минералки. Кефир. Гласит шуточная молитва о здоровом питании. О том, что есть полезно, а что не очень, россияне знают хорошо. Только вот составлять рацион, основываясь на этих знаниях, не спешат. Еще раз напомнить, нехитрые правила решили в Роспотребнадзоре. «Сфокусируй свои права на здоровом питании», – так звучит девиз Дня защиты прав потребителей 2015. Еще пять лет назад в стране приняли серьезный документ под названием «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации». Ее цель – обеспечение населения страны качественной сельхозпродукцией, рыбой и прочим продовольствием. Причем, невзирая ни на какие эмбарго. Показатели качества и безопасности продуктов по Чувашской Республике не превышают среднероссийские показатели. Что позволяет сделать вывод об относительном санитарно-эпидемиологическом благополучии в области безопасности пищевых продуктов в Чувашской Республике. По физико-химическим показателям качества продукции исследована 2681 проба. Из них требованием технических документов не отвечали 98 проб, что составляет 3,6%. Хуже всего дела обстоят с рыбой и рыбными продукциями. 28% исследованных проб не соответствовали норме. На втором месте антирейтинга молочные продукты. 4% проб не прошли по содержанию белка, жира и растительных стеринов. На показатели фальсификации, то есть наличие в молочной продукции растительных жиров, не указанных производителем в составе продукции на этикетке, исследовано 464 пробы, не соответствовало 34 пробы. Из них только 2 пробы Чувашских производителей и 32 пробы молочной продукции производителей других регионов. Такие данные побуждают обратить внимание на лозунг «Покупай Чувашское, выбирай родное». Проверки на радиоактивность, тяжелые металлы, содержание токсинов и антибиотиков, опасных продуктов в республике не выявили. Кроме того, в 2014 году жители Чуваши меньше травили с алкоголем. Таких случаев зафиксировано 1065. Кстати, на качество и безопасность продукции влияет и срок годности. Тут, как говорят на государство, надейся, а сам не плашай. Жалобы на это и другие несоответствия принимают в Роспотребнадзоре. Ольга Пырычкина, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев, Республика. Красноармейский район богат талантливыми людьми. Звания почетный гражданин удостоились народный поэт Чувашии Юрий Семендер, участник Великой Отечественной войны, бывший заместитель председателя райисполкома Михаил Прохоров и посмертно народный художник Чувашии Элли Юрьев. В завершении награждения глава Чувашии добавил, люди неоднократно обращались с просьбой о праздновании дня рождения Элли Юрьева в масштабах республики. Эту инициативу Михаил Игнатьев поддержал. Вот в один год, когда вот юбилейная дата в ближайшее время будет, мы по указу главы Чувашской республики будем отмечать день рождения Элли Юрьева, потому что государственный герб и государственный флаг изобрел он, он является автором. Кто вот это решение поддержит, я прошу аплодисментами подтвердить. Очень значимое заявление главы по этому поводу. 2016 год – это год юбилейный для Элли Юрьева. Ему исполнилось бы 80 лет, но я думаю, он как был молодым, остался, так и он остается, потому что на каждом шагу мы видим его труды. Даже вот здесь вот мы только проехали, решетки – это его. Но герб и флаг, что говорить об этом? Это символы, по которым нас узнают, нашу Чувашию родную, на всем земном шаре. Напомним, в начале 90-х годов прошлого века вслед за принятием декларации о государственном суверенитете Чувашской республики встал вопрос о пересмотре символики. Конкурс на лучший проект герба и флага продолжался два года. Победили в нем эскизы художника-геральдиста Элли Юрьева. Он, кстати, был первым в России, кто решился использовать национальный орнамент не в качестве декоративных элементов, а как самостоятельные геральдические символы. Древо жизни и солярные звезды из чувашской вышивки легли и на полотнище нашего флага. Элли Юрьев – автор гербов и многих других муниципальных образований Чувашии. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня Международное сообщество художников отмечает 135-летие Алексея Кокеля, одного из основателей Высшей художественной школы Украины. Впрочем, в Чувашии им гордятся ничуть не меньше. Алексей Кокеля родился в селе Тархана Буинского уезда Симбирской губернии по современному административно-территориальному делению Батревского района Чувашии. Односельчане всегда гордились своим земляком. И даже не столько его художественным талантом, сколько целеустремленностью и упорством. Мальчик из бедной крестьянской семьи так любил рисовать и так верил в свою судьбу, что преодолел все трудности, получил хорошее образование и даже сам начал учить других. В течение многих лет студенты харьковских художественных учебных заведений были постоянными участниками кокелевских чтений и пленеров, ежегодно проводимых на родине мастера в Тарханах. Ждут их и в этом году ведь искусство вне политики. Больше того, оно самое понятное из всех миротворческих языков. В Чувашском государственном художественном музее собрана интересная коллекция работ Алексея Кокеля. Увидеть ее можно на выставке, которая открылась сегодня в честь 135-летия со дня рождения художника. В честь празднования 70-летия победы в столице республики проходит российский конкурс хорового пения имени Филиппа Лукина «Жаворонок-2015». В Институте культуры состоялось торжественное открытие. Послушать, как поют юные дарования, отправилась и наша съемочная группа. «Жаворонок-2015» собрал талантливых ребят из разных уголков страны. Участники народного ансамбля «Шевле» на этой сцене впервые. Несмотря на большое количество конкурсантов, а в Чебоксарах собралось 43 коллектива, ребята очень рассчитывают на победу. Мы очень сильно волновались, но мы решились и выступили. Мне кажется, что в этих конкурсах не надо бояться выступать, надо просто улыбаться. «Жаворонок» в Чебоксарах проходит с 2008 года. Всероссийским он стал совсем недавно, три года назад. С каждым годом количество конкурсантов растет. Многие коллективы становятся постоянными участниками. Этот год особенный. Творческие состязания посвящены 70-летию Великой Победы. В репертуаре всех ансамблей, хоров, есть произведения, именно связанные с патриотикой. Но патриотизм – это ведь не только именно военная тематика. Это прежде всего любовь к своей родине. Конкурс – это не только состязание, это прежде всего обмен творчеством. Это творческие встречи, это мастер-классы, это новые знакомства. Конкурс проходит по трем направлениям – хоровое, эстрадное и ансамблевое – в разных возрастных группах. В течение двух дней компетентное жюри будет выбирать лучших из лучших. Нужно отметить то, что поют дети. Это очень и очень важно. Когда дети поют, есть уверенность в том, что республика живет, республика здравствует, республика поет. Поет от души, поет искренне. Это очень важная составляющая сегодняшнего конкурса. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Я помню, я горжусь. О том, как важно хранить память о Великой Победе и передавать ее из поколения в поколение, говорили блогеры и журналисты Чебоксар. В этом году Россия отмечает 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Журналисты и блогеры Чебоксар собрались в одной из полиграфических кампаний города, чтобы обсудить подготовку к празднованию. Блокаты времен Великой Отечественной войны. И на основе их создали дизайн. Мы сделали открытки, камендари, значки, футболки, флаги, гравировку. К празднику в типографии сделали точную копию знамени Победы, официального символа победы советского народа над фашистской Германией. Знамя Победы было выложено над Рестагом в 1945 году Кантария и Егоров. На самом деле, как говорят, что было знамя просто красного цвета. А на следующий день, когда приехал кинооператор Хроники, они сами краской белой написали... В рамках встречи прошел мастер-класс по изготовлению сувенирной продукции. Из подготовленных деталей с помощью специального пресса каждый участник встречи сам сделал себе значок с символикой Дня Победы. В третий раз в Чебоксарах пройдет всероссийская акция «Бессмертный полк». Более 83 тысяч человек уже внесены в летопись на сайте мойполк.ру. Полиграфическая компания «Листок» вновь помогает жителям города готовиться к параду 9 мая. Мне кажется, что «Бессмертный полк» это то, что объединяет нас вообще с нашей страной, с нашей историей и нас друг с другом. Мы считаем это очень важно. Наша компания, безусловно, присоединяется к этой акции. Мы уже в прошлом году печатали бесплатно портреты ветеранов. Ветеранов в этом году тоже для всех желающих. Все, кому дорога память фронтовиков, кто хочет пройти в колонии «Бессмертного полка», смогут здесь напечатать портреты дедов и прадедов. Заносите своих фронтовиков в летопись полка на сайте мойполк.ру и участвуйте в построении колонны 9 мая. Оксана Очкасова, Сергей Рябчиков, «Республика». Завтра, в субботу, чебоксарцев приглашают на прогулку с врачом. Подышать свежим воздухом, обсудить с руководителем городской стоматологии Владимиром Викторовым вопросы профилактики заболеваний зубов можно будет, придя к 9 часам утра к фонтану у дома правительства. Кроме того, суббота, 14 марта, объявлена в Республике единым днем здоровья. Это означает, что бассейны, тренажерные и спортивные залы и вообще все муниципальные спортивные учреждения жители Республики смогут посетить бесплатно. Не упустите возможность. Следующий день здоровья запланирован только на 18 апреля. Активных вам выходных. А я, Ольга Пановна, с вами прощаюсь и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова